Здесь работают специалисты-медики, которые борются с одной из самых тяжелых и когда-то широко распространенных болезней – туберкулезом. В позапрошлом веке эта болезнь была страшным бичом во всех странах. Она считалась почти смертным приговором. Средняя продолжительность жизни больных не превышала 3-5 лет. В 20-м и 21-м столетиях туберкулез удалось почти победить, но его и сейчас необходимо держать под неукоснительным контролем. Главное, что считают необходимым донести до всех врачи, которые знают коварство этой, как ее называли раньше, белой чумы или чахотки – важность профилактических мер. Екатерина Федоровы отметила, что лучшей защитой от туберкулеза на протяжении всей жизни являются регулярные обследования. Ежегодно, если нет каких-то дополнительных показаний, то ежегодно до 7 лет – это проба МОНТУ, дальше до 18 – это диаскин-тест, и с 15 до 17 – там либо флюорография, либо диаскин-тест делается. А с 18 – и дальше – это флюорография, либо рентгенография органов грудной клетки. Екатерина Федоровна рассказала, что Щелковский диспансер оснащен самой совершенной диагностической аппаратурой. Здесь имеется рентген-кабинет, в котором действует цифровой диагностический комплекс функции линейной томографии. Он позволяет делать рентгеновские снимки в тканях на необходимой глубине, выявлять патологии в грудных лимфатических узлах. В тубдиспансере действуют два отделения – для взрослых и для детей. В них работают высококвалифицированные специалисты, обладающие большим опытом медицинской практики. У них имеется все необходимое для того, чтобы на самой ранней стадии, а для туберкулеза это очень важно, установить болезнь, и тогда с ней успешно справиться. День борьбы с туберкулезом – он всемирный, из советских времен ежегодный. Это день Белой ромашки в Советском Союзе. С тех времен многое что изменилось, но туберкулез никуда не делся. Поэтому лозунг, девиз, точнее, дня борьбы с туберкулезом в этом году – да, мы можем покончить с туберкулезом. Поэтому я желаю всем нам сил, терпения и здоровья покончить с туберкулезом.